МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Штурмовая винтовка, разработанная по программе СА-80, что означает оружие 80-х, была принята на вооружение в 1984 году. Для британского командования, которое стремилось оснастить королевские вооруженные силы оружием отечественного производства и, соответственно, постепенно отказаться от американских и бельгийских образцов, ее появление имело принципиальное значение. При разработке СА-80А-1 конструкторам пришлось столкнуться с целым рядом проблем. Оружие разрабатывалось под оригинальный патрон калибра 4,85 мм. Но в конце 70-х был принят на вооружение унитарный натовский патрон 5,56. Под давлением американцев практически готовую винтовку пришлось срочно переделывать. Годы напряженной работы конструкторов оказались потрачены практически зря. Но отступать было некуда, и денег на проект не жалели. Только за 10 лет на разработку СА-80 британская казна выделила почти 400 миллионов фунтов стерлингов. Неудивительно, что сразу же после принятия на вооружение это оружие было объявлено лучшим в мире. У нового оружия было действительно немало достоинств. Штурмовая винтовка получилась компактной, хорошо сбалансированной и простой в использовании. По утверждению разработчиков, ее можно достаточно эффективно применять как на поле боя, так и в условиях ограниченного пространства при стрельбе из БТР или вертолета. На основе этой винтовки был разработан также ручной пулемет, получивший индекс Л-86А1. Он был принят на вооружение в конце 80-х. Четыре пятых узлов и деталей винтовки и пулемета взаимозаменяемы. Это значительно упрощает эксплуатацию оружия. Механизм штурмовой винтовки выполнен по схеме «Булл-Пап». Автоматика оружия действует на основе газоотводного механизма с газовым регулятором. Запирание ствола производится поворотом затвора на восемь боевых упоров. Затворная рама перемещается внутри ствольной коробки на двух направляющих стержнях, не касаясь стенок. Возвратная пружина расположена посередине между стержнями и выше их. Рукоятка взведения зафиксирована на затворной раме и движется при стрельбе. Приемник магазинов выполнен в соответствии с требованиями НАТО и может использовать любые стандартные магазины. К примеру, к британской винтовке подойдет магазин от американской М-16. Весит британская штурмовая винтовка 4 килограмма 700 граммов. Темп стрельбы составляет 650-700 выстрелов в минуту. Емкость магазина 30 патронов. Главной отличительной особенностью СА-80А-1 является штатная установка четырехкратного оптического прицела СУСАД. Он обеспечивает системе довольно высокую точность стрельбы одиночными выстрелами на расстоянии до полукилометра. Кроме того, на его верхней поверхности имеются резервные мушка и диоптрический целик, которые в случае выхода из строя основного прицела позволяют вести точный огонь на расстоянии до 200 метров. Жалобы военных посыпались сразу же, как только СА-80А-1 появилась в войсках. Практика показала, что новинка весьма метеочувствительна. Она терпеть не может ни жару, ни холод, ни тем более грязь. Стоит винтовку намочить или случайно повалять в песке, она тут же перестает работать. Были и другие претензии. Например, кнопка освобождения магазина. У СА-80А-1 она находится слева на корпусе, над магазином. Достаточно ее слегка задеть, и магазин тут же падает на землю. Солдат безоружен. С этим пытались бороться чисто по-английски. Кнопку прикрыли специальной крышкой. Это Соломоново решение создало новые проблемы. Винтовка стала цепляться за одежду. После операции «Буря в пустыне», в которой британские морские пехотинцы принимали самое активное участие, штурмовую винтовку СА-80А-1 существенным образом модернизировали. Но толку от этого оказалось мало. Она по-прежнему оставалась оранжерейным созданием. После этого СА-80А-1 модернизировали вновь. Всего за 20 лет своего существования винтовку переделывали ни много ни мало сто раз. В 2001 году ее обновили настолько, что даже решили изменить ее индекс. Новая модификация этой винтовки называется СА-80А-2 и является одной из самых дорогих в мире. Цена одного экземпляра составляет порядка 1700 долларов. По утверждению разработчиков, все недостатки наконец устранены. Кроме того, у нее повышена скорострельность. СА-80А-2 может стрелять с темпом 770 выстрелов в минуту. Британским налогоплательщикам эти достижения обошлись еще в 93 миллиона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Похоже, и на этот раз деньги были потрачены не лучшим образом. По свидетельствам британских военнослужащих из состава контингентов в Афганистане и в Ираке, очередная модернизация ожидаемых результатов не принесла. Винтовка все так же капризна, все так же боится песка, воды и плохой погоды. То есть обладает теми же недостатками, что и ее предшественница. Британские оружейники строят новые планы улучшения оружия 80-х, а бухгалтеры военного ведомства составляют новые сметы. Уж кто-кто, а они хорошо знают. Нет предела в совершенству и терпению налогоплательщиков. Продолжение следует... Продолжение следует...